Вандализм представляет серьезную угрозу для мирового культурного наследия. Каждая страна применяет свои методы защиты от тех, кто портит ценные памятники. Подробности в нашем сюжете. За вандализм на Великой Китайской стене нарушителей ждут суровые наказания. Памятник ежегодно привлекает множество туристов. Некоторые из них оставляют надписи на камнях или пытаются забраться на стену. В зависимости от тяжести нарушения за такие действия в Поднебесной штрафуют в третьем от 3 до 7 тысяч долларов. Кроме того, вандалов также могут депортировать или пожизненно запретить въезд в страну. Из-за высокого уровня туристического потока и растущего числа актов вандализма в Колизее, итальянские власти ввели серьезные наказания для нарушителей, вплоть до лишения свободы сроком до 5 лет, а также крупные штрафы, которые порой доходят до 60 тысяч евро. Кроме того, злоумышленникам могут назначить общественные работы, такие как участие в реставрации, уборке территорий или материальная компенсация за восстановительные работы. Для сохранения уникального исторического памятника власти Италии также усилили меры защиты. По периметру установили камеры наблюдения и дополнительную охрану. В Афинах запретили ношение обуви на шпильках при посещении исторических памятников. Туристов на высоких каблуках могут оштрафовать на тысячу евро. Таким образом, власти пытаются сохранить древние каменные покрытия от повреждений. Туристам можно носить удобную и плоскую обувь, чтобы минимизировать риск разрушения исторических памятников. Запрет вступил в силу в 2009 году и касается всех посетителей туристических зон. В марте этого года власти Киото закрыли доступ туристам к историческому району Геон, известному как место проживания Гейш. Традиционные японские артистки, которые сохраняют и передают культуру и искусство, столкнулись с проблемами из-за неуважительного поведения приезжих, которые беспокоили и фотографировали их без согласия. В регионе проводят информационные кампании для повышения осведомленности туристов. За нарушение правил, таких как несанкционированная фотосъемка, могут назначить штраф примерно в 65 долларов.